Добрый день! Сегодня у нас премьера медицинской рубрики. В гостях у нас Сергей Викторович Саяпин. Это эндокринолог-андролог клиники «Семейный доктор». И сегодня мы будем говорить с вами, Юль. Мы сегодня поговорим об инсулине как о способе борьбы с диабетом. С диабетом и ожирением, насколько я понимаю, и взаимосвязи этого всего. Ну, ноябрь – непростой месяц. 14 ноября – международный день борьбы с сахарным диабетом. Этот праздник, если его так можно назвать, этот день, 14 ноября 1991 года, учредила Всемирная организация здравоохранения и Международная ассоциация по изучению сахарного диабета. Почему именно 14 ноября? 14 ноября 1991 года родился господин Бантинг Фредерик. Это ученый, который много лет работал в университете города Антарио. Не, я не то говорю. Торонто, Канады. Там под руководством профессора Маклеуда он сумел получить инсулин и впервые его использовать у тяжело больного 14-летнего мальчика и спас его тем самым от смерти. Он работал не один, ему помогал молодой студент Чарльз Бест. И вот именно в честь него, 14 ноября 1991 года он родился, 14 ноября теперь Международный день борьбы с сахарным диабетом. В 2023 году за это открытие вместе с профессором Аклеудом, кто возглавлял эту лабораторию, они получили Нобелевскую премию. господин Бантинг был порядочным человеком, половину своей премии он отдал тогда еще студенту Чарльзу Бесту. То есть он был студентом, поэтому ему не могли присудить эту премию. Он с ним поделился. С 2007 года этот день под эгидой уже ООН. И вот смотрите, в январе 1922 года они впервые укололи этот инсулин мальчику, смазали его от смерти, а в конце 1922 года уже был налажен промышленный выпуск инсулина. То есть на тот момент тоже была достаточно острая потребность в этом препарате и количество больных? Ну, фактически все диабеты подразделяются на разные формы. То есть есть инсулин потребный, сахарный диабет, и фактически все больные с инсулин потребным диабетом были обречены на смерть. После открытия это дало им шанс на жизнь. Но это самая последняя, самая тяжелая форма, по-моему, сахарной зависимости с сахарным диабетом. Нет, в настоящее время это пересмотрим. Мы тоже раньше так думали, что вот инсулин зависимый – это тяжелая форма, а второй тип диабета, который бывает у пожилых, это легкая форма. Сейчас мы считаем наоборот, что диабет молодых, пожалуйста, современные виды инсулина позволяют компенсировать, позволяют вести полноценный образ жизни. Девушки могут рожать, молодые люди могут заниматься спортом. Есть масса примеров олимпийских чемпионов, болеющих с сахарным диабетом первого типа. Все-таки второй тип диабета, несмотря на то, что, казалось бы, там таблетки, он более тяжелый, чем первый тип. Если брать регистр больных с сахарным диабетом, то 95% – это как раз второй тип диабета. То есть, на современный момент инсулиновая зависимость – это не так страшно, как ее иногда пытаются представить? Нет. Современные виды инсулина позволяют решить эту проблему. В другом, что 95% болеющих второй тип диабета, и среди них преобладают, конечно, люди с избыточной массой тела. То есть, опять же, ожирение напрямую связано с сахарным диабетом? Это одна из причин. Вот мы сегодня говорим про инсулин, ожирение – это как раз одна из основных причин развития сахарного диабета второго типа. Казалось бы, там преобладающие большинство их получают. Они получают тоже инсулин, как уже на стадии. А на ранних стадиях они получают таблетированные сахароснижающие препараты, но при этом, в общем-то, есть прямая связь с ожирением и тяжестью. И если пациент начинает работать над весом, соответственно, течение диабета улучшается. Есть еще много заболеваний, которые являются следствием ожирения. То есть, физические нагрузки, по сути, они могут поспособствовать тому, чтобы… Однозначно. Да. Однозначно. То есть, ваш совет как доктора, если у вас наблюдается инсулиновая зависимость и связанность с ожирением, точнее, являющаяся следствием ожирения, если я правильно понимаю, ваш совет как доктора – необходимо соблюдать какой-то режим, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Однозначно. Вот для больных с сахарным диабетом, есть ли какие-то определенные системы или какой-то набор действий, которые в их рамках будут подразумеваться как здоровый образ жизни? Все эти программы давно отработаны. Существует школа для ведения больных с сахарным диабетом. Они подразделяются в первый, второй тип. И, в общем-то, это основополагающий момент в их лечении, потому что, к сожалению, лечение гипертонии, я считаю, ну, неправильный пример, там, лечение многих заболеваний. Там человек пришел с пневмонией, ему назначили антибиотики. И вопрос решен. Здесь нужно обучить образу жизни. Поэтому есть школы и для первого, и для второго типа больных диабетом, куда входит, во-первых, какие-то минимальные знания дать пациенту, чтобы он понял, что с ним произошло, чтобы он не пугался, не из интернета какую-то информацию такую сомнительного качества охватывал, а имел полноценную информацию о том, что с ним произошло. По питанию, по физическим нагрузкам, чтобы он понимал, почему именно такой вид терапии ему доктор предложил, а не какой-то другой альтернативой. Получается, что сахарный диабет можно, в принципе, вылечить? Или нельзя его, если он уже появился? Но, понимаете, в свое время даже были школы в других городах, где бывшие спортсмены, они открывали их даже под лозунгом «Приходи к нам, мы тебе вылечим диабет». Они занимались с формой диабета, которая не инсулин-зависимая, и на фоне физической нагрузки пациенты худели, там иногда даже потребность таблеток, но это очень мало кто. Но эти пациенты были, эти люди были больны диабетом, но единственное, у них был неплохой сахар в течение дня, потому что они правильно питались и занимались много физическими упражнениями. Физические упражнения снижают сахар. Сергей Викторович, подводя итог нашей беседы, есть ли у вас, ну не у вас конкретно, у кого-то из наших зрителей инсулиновая зависимость на фоне ожирения? То есть самое первое, самое главное правило для таких больных – это здоровый образ жизни, правильное питание и какие-то все-таки комплексы упражнений, тренинги или тренировки, для того, чтобы следить за уровнем сахара. Для того, чтобы… Плюс лечение. Плюс лечение. Лечение, ну это обязательно, поскольку форма, по всей видимости, такая тяжелая. Да, это даже не обсуждают. Это был гость в студии Сергей Викторович Саяпин, эндокринолог-андролог, клиника «Семейный доктор». С Новым годом.